как узнать смотрят ли видео или нет нет вот иван кстати пишет стоит ли грузить на youtube и в имею посмотреть статистику нет ребята это не поможет то есть грузить на youtube это бред и ровно так же как и в имею объясню почему потому что если открыть сайт м контекст у меня нет старой версии открыть в нем метрику вы увидите да и любой сайт откройте встроить туда youtube ролик и вы на нем не найдете например ни одного клика то есть у нас в вебвизоре извиняюсь яндекс метрики у нас есть карта кликов в карте кликов можно посмотреть все клики например за какой-то промежуток времени за полгода к сожалению за полгода на вашем youtube ролики не будет ни одного вообще нажатия на youtube вы никак не узнаете нажимают они или нет поэтому первое я всегда встраиваю на свои сайты практически на все вот такую штуку это при не называется не прерол это называется просто по факту эта картинка специальный скрипт который просто позволяет при нажатии на данную кнопочку загрузить блок ютюбовский то есть youtube загружен загружается не с сайтом а загружается при нажатии на кнопочку скрипт довольно простой и на интенсиве его раздам с удовольствием и объясню как это все работает причем его можно легко как угодно оптимизировать причем вот эти все картинки да вот которые подгружаются они подгружаются с ютюба но они не подгружают сам ролик и не подгружает сам вот этот массивный блок с youtube видео потому что если у вас на сайте например только один блок с видео даст youtube все замечательно в принципе вам заморачиваться не стоит а вот если у вас давайте посчитаем сколько у меня их раз два три 4 5 6 7 может быть что ты пропустил 8 9 10 11 12 13 14 14 15 где-то там я еще один пропустил 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 роликов в среднем отклик одного ролика потому что они загружаются отдельно то есть вот этот вот ютюбовский плагин загружается не на весь сайт он загружается на каждый отдельный youtube ролик занимает полсекунды может быть секунду если интернет плохой а вот теперь представьте себе что мой сайт будет загружаться 15 секунд у вас я думаю что вы просто не откроете его так вот на после того как я поставил эти блоки у меня во первых seo поднялось на сайте потому что он стал быстрее грузиться во вторых у меня увеличилось количество заявок просто потому что люди теперь видят сайт все нормально он не грузится хрен знает сколько времени все хорошо и в третьих естественно он стал вообще быстро быстро грузиться и люди стали очень быстро по нему двигаться то есть мы просто нажимаем f5 и все сайт загружен вот можно уже по нему бегать с youtube роликами так сожалению нельзя ну и естественно самая большая плюшка с вот этого всего если этого вам мало в метрике по нажатию на картинку а это картинку или вот на эту кнопочку как видите она тоже в принципе работает то есть она двигается эту кнопочку можно и ютюбовскую заменить кстати тоже несложно вот по нажатию нее остается клик в яндекс метрики то есть карте кликов и все и теперь вы знаете что очень много людей смотрите смотрят ваших youtube ролики в моем случае 70 процентов людей который заходит на мой сайт смотрят ролики какой-либо из роликов даже по моему больше 75 в среднем по статистике в интернете 70 процентов людей ну то есть примерно такое же количество процентов смотрят ютюб вообще видеоконтент когда вы сами смотрите видеоконтент вы любите видеоконтент так если скрипт который ставит текущую дату типа акции до 10 марта конечно есть вопрос торопить клиента сделать заказ сегодня или дать время подумать типа акции до 15 марта желательно давать ему подумать не больше одного двух дней яркий пример я вам сейчас покажу тоже примерно сейчас до акции дойдем я вам сейчас просто пример приведу например ай как у нас покупают тренинги это вот яркий пример того как работают акции акция первое например вот у нас практически одинаково тренинги директологов который у нас стартует когда там 15 марта он стартует вроде бы или 14 я сейчас какой то такая дата но через пять дней у нас есть несколько стадий продаж первое активная стадия в начале когда мы отдаем по минимальной цене все 90 нет тридцать процентов людей сто процентов отдают нет даже не так у нас есть цена у нас как она возрастает цена но допустим да а тренинг директологов была цена допустим 15 стало 17 потом будет 20 ну то есть ненамного возрастает но есть люди которым год очень важно из этих двух тысяч и они смотрят следят есть люди которые записываются за полгода там и так далее для них очень важно попасть в этот вот минимальный в минимальную цену для них есть определенное количество мест допустим 20 или 10 я не если они оплачивают значит они идут по цене потом идет например следующая цена у нее например нету даты у нее есть количество мест объясню почему нету даты дата это замечательно но нам например нужно количество мест это кстати более правдиво чем да и третий момент допустим идет закрытие уже все завтра начинается тренинг и вот тут начинаются жесткие жесткие очень жесткие продажи то есть вот миша за последние несколько часов он несколько закрыл людей которые идут на тренинг директологов потому что у нас последние дни все другого варианта нету вот есть три дня последних по которым ну либо вы попадаете на тренинг либо нет и тут уже неважно уже какая цена люди платят даже больше поэтому больше двух трех дней давать на акцию нету смысла потому что вот за последние двух вот остается пять дней да например у нас продажи заканчиваются ну там за день до все в эти три дня будут самые основные продажи как бы смешно не звучало так отзывы по анализу веб-визор практически никто не смотрит по анализу примерно пяти нишки ну я в принципе рассказал почему если у вас видео не смотрит например если это видео отзыв конечно то поставьте просто поменяйте youtube на что-нибудь другое а рома да привет тебе рома кстати стоит ли включать сразу все ролики хоть бы хоть и смешно смешно рома пишет на тему того что стоит ли запускать все ролики прямо сейчас в самом начале на при загрузке и во вторых автоматом и в третьих очень громко иногда да но это очень редкий случай то есть вот мы тестировали много разных лендингов я их тринадцатом году все перетестировал могу сказать что а с автоматическим в принципе а более большой разницы нет то есть до некоторых людей это раздражает ну замечательно а на некоторых видим это срабатывают и они тоже закрываются стоит ли делать социальное доверие доверие не доказательство доверие а на лендингах для товара из категории ширпотреб стоит на самом деле на если коль ты сейчас напишешь тему например какой-то ширпотреб эти смогу сказать как идеально взять видео такое из интернета то есть ты можешь делать не свое собственное социальное какое-то доказательство ты можешь показать во первых веронику которая с удовольствием вам ответить на все ваши телефоны только вероника должна быть желательно не не с первой страницы яндекса и желательно чтобы было подписано что это вероника не просто красивая девушка вот и во вторых вы если это ширпотреб но тот же монопод можно всегда показать там уже продает видео сто процентов только продает она не как социальное доказательство она продает как эмоцию стоит ли торопить человека если услуга так и если услуга экстренная видимо а и так экстренная вот на сломался компьютер например эвакуатор например эвакуатор там же не до выбора акции по идее а темы изъезжены и так далее нет на самом деле если сломался компьютер но первых человек с телефона сидит можно с этим поиграться уже то есть человеку более детально писать как-то например вы сидите с телефона и что-нибудь ну попробовать во первых его подколоть надавить ему на боль то есть сломался компьютер в окей тем более у кого сломаться может что угодно надо диагностировать и уже из этого уходить то есть вызывайте надо давить на то что бесплатно приедет человек и приедет в течение короткого времени с эвакуатором но здесь другая история эвакуатор смотря чего так лп трекер загружает ли нет никита не так сильно загружает как callback hunter то есть callback hunter вообще просто до упора занимает всю оперативку на компьютере то есть если у тебя на оперативку на компьютере около двух гигабайт через 15-20-30 минут может так получиться что у тебя просто повиснет компьютер и лэптоп телефонов не знаю так слишком длинных лендингов не бывает а вот продаж женского белья с женским бельем женским бельем тогда нужно ну здесь такой тонкий момент если у тебя например не лендинг пейдж все-таки интернет магазин потому что девочки любят повыбирать и на самом деле до социального доверия конечно может быть важно тогда лучше делать группу в соцсетях притворяться женщиной и продавать им женское белье ну это идеально в принципе то же самое можно сказать есть социальное социальное доверие это например владелец магазин женщина и как-то из этого строить свое отношение я могу для примера тоже сказать что у меня был интернет-магазин спортивных тренажеров и я выставлял себя и своего друга бодибилдера и мы были специалистами в этом интернет-магазине правда было это года три назад и у нас очень хорошо покупали причем у нас заказывали и консультации то есть здравствуйте а можно проконсультироваться да конечно подберите мне тренажер пожалуйста а что у вас там ну и начинают начинаешь людей спрашивать и подбираешь отсюда же тренажер очень легко тренинг директологов да он включает в себя материал интенсива что если цена не соответствует действительности у конкурентов например 150 200 рублей за ремонт компьютера то есть это число рекламная реклама демпинговая о хороший вопрос и что думаешь про аудио отзывы аудио отзывы тоже круто работает потому что и в обвании они у меня есть они просто интересно сделаны я сейчас вам покажу ну вот смотри сейчас я отвечу по поводу цен демпинга и по поводу аудио отзывов раз уж вы задаете вопросы я их с удовольствием отвечу смотрите по поводу аудио отзывов все очень просто например человек мне звонит мы с ним общаемся можно например у тебя у меня ремонт компьютеров насколько я помню можно показывать фотографии то есть идет слайд-шоу ну потому что ну вот есть человек где просто рассказывает да а есть например человек с которым я разговаривал по телефону ну блин куда я там пропал уже вот я разговаривал по телефону с человеком а он рассказывает в это время я например показываю как мы делали лендинг-пейдж ну для примера и как он выглядит он рассказывает про результат И при этом я показываю то есть лендинг-пейдж это один из результатов в принципе а он рассказывают о результате в цифрах Одновременно можно и то, и другое показывать. То есть аудиоотзыв можно переписать в видеоотзыв. Объясню, почему. Лучший видеоотзыв. Видеоотзыв для всех у вас, объясню. Потому что видеоотзыв, он зачастую показывает картинку, а люди намного проще воспринимают картинки, нежели чем аудио. То есть на слух замечательно, там кто-то что-то бубнит, это хорошо. Но так как человек не воспринимает, то есть вы сейчас меня воспринимаете, но только 15% моей информации. Остальную информацию, может быть, я даже что-то и говорю важное, вы не воспринимаете, вы воспринимаете, что происходит на экране, когда я вам показываю. То есть даже если я сейчас включу веб-камеру, и вы будете на меня смотреть, вы меня воспринимать никак не будете. Вообще. Просто то, что происходит на экране зачастую. Поэтому делать лучше видеоотзыв. А по поводу демпинга цен. Лучше показать тоже с темой, которая более больная, чем у тебя. Канализация по Москве и Московской области просто больная тема, потому что большинство, 99% конкурентов всегда допингуют цены. То есть они пытаются поставить 3 тысячи, 2 тысячи и прочее. В нашем случае, ну, кстати, тут вот социального доверия, вот на этом лендинге, например, до хрена. То есть тут фотографии везде с логотипами, логотипы, логотипы, логотипы. Ну, видео нету, ну, к сожалению. Ну, не знаю, не снимает человек видео. Ну, тут бывает такое. Но здесь очень хорошо и явственно объяснено, почему стоит 5 тысяч. Гарантированная очистка канализации с фиксированной платой 5 тысяч рублей. Вот как только мы этот блок вставили, люди начали звонить. До этого, если просто писать, ну, у нас был другой блок, где мы рассказывали, что 5 тысяч наши услуги стоят, для них вообще ничего не стоило. Вот, также для полной гарантии про чистки труб мы предлагаем сделать видеодиагностику за 2 тысячи рублей. И получите консультацию, это бесплатно. Других вариантов нету, потому что в большинстве случаев других будут рассказывать про 2 тысячи, про 3 тысячи. За 3 тысячи вообще никто никогда никуда не поедет. То есть чисткой заниматься, даже ты с ремонтом компьютера ты не будешь заниматься там за тысячу рублей. Ты будешь там, например, у тебя есть средний, точнее, минимальный чек, от которого ты занимаешься, например, 5 тысяч рублей. Меньше ты заниматься не будешь. Тебе это невыгодно. Проще, не знаю, чем другим заняться. Книжку почитать, например. Вот, еще очень круто показывают нормы часа. То есть стоимость нормы часа, вот это, кстати, я с клиентом очень долго ругался, пока я это все не выбил, потому что он меня вообще не понимал. То есть человек, который вроде бы 10 лет занимается, у него там, он уже специалист в этом крутой, канализацией только занимается, у него собственный бизнес, все. Но он не понимает, что такое норма час. А для человека, в принципе, максимально объяснить, что 5 тысяч – это нормальная цена, самое простое, что человек, что за час мы вам устраним все. То есть мы приедем, наш час работы стоит 5 тысяч рублей, меньше мы просто не поедем, никто не поедет. Это нормальная цена. Можно здесь, кстати, написать, что это средняя цена по рынку, но средняя просто, опять же, не стоит писать, потому что люди будут пытаться найти за 3 тысячи рублей. А такие тоже есть люди, которые за 3 тысячи рублей, у них говно вроде течет, вы же понимаете, да, то, что забилась канализация, это, кстати, тема как раз эвакуаторов и прочее, то, что говно течет из трубы, то есть тут не до шуток. И люди все равно лезут в интернет и пытаются найти за 3 тысячи рублей очистку канализации, а не за 5. То есть вроде бы человек с ним разговаривает, да, объясняет, что, понимаете, вы, пока вы сейчас со мной разговариваете, у вас уже говно вытекает из туалета и уже начинает течь на кухню, а еще чуть-чуть и соседи начнут жаловаться из-за запаха, а потом уже не только из-за запаха. Вот, ну, фигня. То есть люди кладут, говорят, что слишком дорого, это что-то как-то ненормально. А, кстати, аварийка стоит дороже, по-моему, даже 5. Они кладут трубку и через 3 часа они перезванивают и говорят, здрасте, ну, в общем, мы подумали, ладно, давайте за 5 тысяч рублей. А уже 3 часа прошло, то есть уже говно по всей квартире уже течет. То есть, ну, логики нету. И вы не пытаетесь понять всех людей, это бесполезно. То есть есть люди, которые говорят, здравствуйте, а сколько у вас стоит лендинг пейдж? 100 тысяч рублей. О, и кладут трубку. Они даже не, им вообще ничего не интересно. То есть даже, подождите, мы хотим вам сделать предложение, им все равно, они уже кладут трубку. Они просто на слове 100 тысяч рублей кладут трубку. Это бесполезно с ними бороться, это нормально. Не обращайте внимания на таких. То есть вы пытаетесь самый жесткий кип целевой аудитории своей забрать, и это бесполезно. Лучше оставляйте их кому-нибудь другому. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.